Первое знакомство с собакой, с крысами? Да, я дала обнюхать руки крысам, я вам скажу, что на запах кошки вообще, когда я прихожу просто от мамы в одежде, ну я дискала кошку, крысы реагируют просто гораздо страшнее, чем вот на живую собаку рядом. Я по полу чуть-чуть, помню, походил, там буквально на 5 минут заскочил. И при шоу они вообще все текали и разбегались, гачек вообще бугается сразу. А здесь нормально будет. Конечно, Семушка напряжел чуть-чуть. Сейчас лапки, хвостик, отопил. Собака пошла есть. Не видишь, мы кучаем, какие знакомства. Да, вкусно. Ты мой любимый, ты самый главный, Симон. Симон главный, Симон, конечно, не осторожился. Он вообще ревнивец, он даже очка ревнивка. Поэтому он, конечно, расстроен, да. Он не понимает, что он делает. Но если его чесать, у меня все равно. Он понял, что он все равно любимый. Это для него главное. О, смотри, это там мальчик вообще расслабленный. Вообще они абсолютно... Я ожидала... Им вообще все равно. Абсолютно расслабленный вообще просто. Так они собаку, по-моему, не видели. Ну, Семка, по-моему, видел. А они в первую жизнь не видели. А Куся с Пипой вообще не видели. А Сема где видел? По-моему, мы когда-то ехали, там такса была. В маршрутке. А-а-а. И так мы гуляли же с ними когда-то. Продолжение. Семка меня чешет. Вот, я его спешу, он меня продолжает чесать, тоже лизать, выкусывать. Собака находится в 30 сантиметрах от нас. Вот он и стресс. Слушай, это так актер вообще. Ударил ухом. Кто это? Ему только дай посниматься в кино. Ухом ударил. Какая у нас шея красивая. А ну, дружок, покажи шею красивую. Самое главное для меня, чтобы Семка просто... Молодец, красивый. Да, что он самый главный. Питбуль. Он самый главный. Питбуль и все. Да? Что оно такое? Ну, оно правда мытое, оно не сильно собакой пахнет. Оно пахнет шампунем, но все равно. Ну, крыс один, другой. Что ты, что ты обнимаешься со мной? Что, мой сладкий? А ты теперь посади его на колено. Пусть они нюхаются. Боюсь, чтобы Симон его не укусил за нос. Дружочек. По-моему, он не агрессивный. Дружочек? Нет, не агрессивный. Он больше ачика прогоняет от меня. Да ему интересно, кто это, наоборот. Такое ощущение, что он воспринимает его как нового человека просто. А Симон его авторитетом своим подавил, дружка. Да, Симон, Симон главный. Дружок, сидеть, смотри, молодец, дружок. Просто вообще, да? Сел сразу вообще. Дружковные поражают своим умом и сообразительностью. Ты куда смотришь? А в деревне такое взбалу машины нет, что вообще успокоить нельзя. Что там под столом? Семошка, куда ты собрался? Кто там? Там никого нету. Стенка. Ты смотришь в стенку, дружок. Семик. Семик. Семочка. Любовь моя. Семик. Вот ему такое. И он лижет меня сразу. Я его чухаю, а он тебя лижет. Крыса в стрессе лизала бы? Не-не-не. У него даже когда плохое настроение, он не лижет. Если ему там мальчик испортится. Главное, что Семка нормально его. Главное, да. Да. Значит, Пипа проживет. Еще у него сердечко молодое. У Семки уже так. Пипи. Пипи. Да? Ну да. И дружок вообще нормально. Главное, первый раз вообще. Вот как у них, да? Я смотрю, у собак и у крыс, у них какая-то связь. Связь, да. У человека. Недаром они похожи. Вот эти вот три вида, человек, собака и крыса, это лучшие друзья. Подойди сюда. Иди сюда, дружок, посмотри. Иди поближе. Иди не бойся. Иди не бойся. Иди не бойся, но морду сильно не пихай. Мало ли. Смотри. Нюхай. Понюхайся. Сема хочет с тобой познакомиться. Ну посмотри. Посмотри. Ты проявляешь неуважение. Что такое? Ты же говорю, первый раз увидел крыс в жизни своей. И не знает, как с ними себя вести. Сознакомься с Пипой. Стреки у него зубы. От Пипы, дружок, я тебе открою секрет. Я сам не знаю, от чего ожидать. Да. Так что ты не волнуйся. Там внизу никого нету. Ты наверх смотри. Вот, вот все наверху. Семка будет тебя любить. Один день. Да. Может тебе даже повылизывать. Посмотрите, два адекватных мужчины просто. Да? Что? Ты мой сладкий. Они сейчас, похоже, просто изучают друг друга. Я думаю, что можно будет, значит, их выпустить сегодня вечером. Смотри, они вообще не проявляют никакой агрессии. Ну, они просто изучают. Ты меня только не укуси, дурак маленький. Ну, если бы они нервничали, вот это вот пухое создание, оно бы вот сейчас бы спокойно так не вычесывалось бы там, не мылось бы. Он бы забился вниз туда бы. Смотри, Сема решил пойти погулять. Сема решил погулять пойти. И куда ты пошел? Все, все, мой Олесь, идем в клеточку. Идем в клеточку. Он вообще все равно, он такой игнорирует его, такой, иди ко мне. Или попусти мне, да? Покажи ему, кто в доме хозяин. Не ругайся, Сема. Так смотрит и дрожит сам. Нельзя, дружок, нельзя. Ну, хороший, на тебе сухарь. Вот. Кстати, когда был стресс, реально, когда они испугались кошки, они не ели, они не брали любых. Да, да. Это просто даже запах, если ты провонялся кошкой и пришел, а кошки нету. Все просто абсолютно спокойны, но я не знаю почему, но реально вот крысы на собаку не регируют никак вообще. Они, наверное, на крысу даже сильнее срегируют, чем на собаку. На тебе сухарь. Вот, а у собаки тоже нет стресса, да? Нет, у собаки стресс есть, но и даже не все. Да не мой, это вообще открытие, просто кто это в жизни. Смотрю, он так ходит за ними. Это вообще кино, аквариум, можно кушать и смотреть телевизор. Теперь зато я спокойно ночью, он будет приходить сюда, допустим, воды попить, крысы регировать никак не будут. Ты тоже воды хочешь попить? У тебя есть свое питье. На, ты уронил кусочек. На, сухарик, на, на, на. Маленькая собачка такая дрожит весь. Смотри, сквозь стекло видит все. Лапки дрожат. Смотри, как они едят. Как пипа ест. Только не скули, что ты скулишь? Не, понимаешь, если бы он обосновался уже здесь, освоился уже, понял, что он тут живет, все. Тогда бы у него было, может быть, он бы себя спокойнее вел. Слышишь? Сидеть. А так он просто нервничает сам по себе вообще, просто от новой обстановки. А ты ему еще и крысу даешь. Он вообще, для него это стука информации, нагрузка для мозга. Так смотрит это вообще. Чего ты скулишь? Кино. Он тоже, наверное, хочет, как пипа, туда уютно так сесть, покушать на пилочках. Ты поел, дружок? Ты все скушал. Иди ко мне, иди ко мне. Может, он хочет с пипом познакомиться? Иди ко мне, моя собака, иди. Иди, я маленькую собаку пожалею, пожалею собаку. Все хорошо. Что там, куча вкусняшек, да? Да, вот там куча вкусняшек. Зато можно шейку рассмотреть красиво. Молодцы. Тепенький, ну дрожишься. И ты молодец. Дрожишься. Не нервься. Все хорошо. Слышишь? Завтра поедешь к бабушке и дедушке, они за тобой вернутся. Да, все хорошо будет, вернешься к прежней жизни. Да. Жалко, правда, что так быстро все. Завтра будем Нику так же знакомиться. Да, и он будет жалеть. Скучать. Кто знает, может, мы его заберем года через три, пять. Это по какой причине? Этого никто не знает. Хотя. Продолжение следует. Наверное, я знаю.